Своё 95-летие отметил ветеран-освободитель Одессы, полковник в отставке Николай Московой. На фронт он ушёл с 17-летним юношей. Одним из самых памятных эпизодов для него является участие в разминировании Одесского оперного театра во время освобождения города. Подробности в материале корреспондент фрепортера. В этот праздничный день поздравил ветерана-освободителя Николая Москового с 95-летием народный депутат Украины Сергей Кивалов. Мы хотим сделать всё для того, чтобы вы ещё многие-многие годы имели возможность встречаться, отмечать день рождения. Сегодня 95, это что за возраст? Вы должны нас всех пригласить на 100-летие. Есть. Я встречаюсь с Сергеем Васильевичем очень часто. Почему? Потому что получается такая история. Я остался один из участников освобождения Одессы живой. Один. Понимаете? А потом, значит, День Победы. Он тоже приходит, поздравляет. Он замечательный, хороший человек. Он очень внимательный человек. Я ему очень благодарен за то, что он всё-таки не забывает. Он один изо всех. Он никогда меня не забывает. Никогда. Не было ещё случая, чтобы он не пришёл. Не было. Он много раз был здесь у меня. Много раз. Биография Николая Ивановича без преувеличения героическая. В июне 41-го, как и тысячи молодых людей, он пошёл на фронт защищать Родину. На вашу жизнь досталось очень много. Вы с 17 лет, с 41-го года являетесь участником Великой Отечественной войны. В 17 лет пойти на фронт, я вам хочу сказать, это нужно мужество. Особенно для нас приятно, для одесситов, что вы разминировали оперный театр, и это сегодня жемчужина есть. Я считаю, что вообще ваша фамилия должна быть с золотыми буквами записана, в том числе и на оперном театре, что вы спасли этот театр. Солдат Московой неоднократно получал тяжёлые ранения, но подлечившись, снова возвращался в строй. Увидел, что у меня из-под руки торчит этот, ну, не полностью, скамуфлированная мина. Она вот так вот торчала у меня. Но я вышел, вот, я помню, я думаю, понимаете, вот такая вот, какая-то светлая ночь, светлая луна, огромная красная луна, и догорают танки. Там туда 103 танка пошло, и все погибли. Я ребят потом танкистов спрашивал. После Одессы Николай Московой участвовал в освобождении Молдовы, Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии и Чехословакии. Война для него закончилась лишь в 1948 году. Он три года занимался разминированием мест боевых сражений. И даже пережив все ужасы войны, он не потерял жизненного оптимизма. Все, что вы делали, мы все помним. Мы не случайно пришли сегодня к вам, вот, с командой, чтобы выразить вам особые слова благодарности за все, что вы сделали на протяжении этих многих лет. Спасибо, Сергей. И вы освобождали не только Одессу, и Вену освобождали, и Будапешт. И Будапешт, и Белград, и Николаев, и Херсон, и Одессу. Сейчас ветеран ведет активный образ жизни и уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи. В стенах Одесской юридической академии студенты его всегда встречают с радостью. Николай Московой – кавалер Ордена Красной Звезды. Награжден медалями за отвагу, за боевые заслуги, за оборону Кавказа, за победу над Германией, за взятие Будапешта, за взятие Вены, за освобождение Белграда и многими другими наградами. Коллектив телеканала «Репортер» желает юбиляру долгих лет жизни. Наталья Апара, Лилия Гарапашная, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».